Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня у нас Вред и Польза оливок. Оливки и производная одних продукций невероятно популярны на нашей кухне. Плоды оливкового дерева славятся своим положительным влиянием на человеческий организм. Однако употребление продуктов из оливок имеет также и негативные стороны. Что собой представляют плоды оливок? Оливки являются плодами оливы европейской, дерева, выращиваемого специально для получения пищевого продукта, а также сырья для некоторых отраслей фармацевтики, парфюмерии и мыловарении. Культивирование рода маслин распространено во многих южных и средиземноморских странах. Сейчас уже невозможно представить приготовление блюд высокой кухни без использования оливкового масла. Также это часто один из обязательных гостей на праздничном столе. За что же еще ценится этот продукт? Давайте разбираться, в чем состоит польза употребления оливок. Можно смело сказать, что оливки – незаменимый продукт. Удивительно, где только их не применяют. Например, во время диеты. Плоды оливы европейской низкокалорийные, но при этом они содержат в себе богатое количество витаминов, что не только помогает сбросить вес, но и способствует поддержанию состояния организма в норме при нарушении обмена веществ. Метаболизм – процесс, который обеспечивает распределение и доставку нужных элементов тем органам, чья работа может быть нарушена в случае недостатка каких-либо веществ. Избыток сахара в организме, а также нехватка жирных кислот, витамины Е и С, регулирующих количество сахара, могут привести к нарушению обмена веществ. А оливы быстро и эффективно помогут восстановить процесс. Во время перенесения вирусных заболеваний витамин С и Е способствуют повышению иммунитета. Кроме того, они обеспечивают профилактическое содействие организму в период повышенного риска инфекционных заболеваний. При целом ряде заболеваний и недомоганий. Оливки входят в список продуктов, разрешаемых при диете во время анемии или сердечно-сосудистых заболеваниях, так как присутствующие в плодах калий, железа, витамины В6 и ПП способствуют восстановлению гемоглобина в крови, укреплению стенок сосудов, снижению артериального давления. Наличие клетчатки помогает сократить излишний холестерин в крови. Наладить работу кишечника способствует улучшению пищеварения. Высокое содержание кальция и фосфора поддерживает вспомогательное воздействие, укрепляющее костные и суставные ткани организма. При чрезмерной обеспокоенности или раздражительности плоды оливок оказывают успокоительное влияние. Дополнительная польза для представителей разных полов. Например, мужчинам оливки помогают повысить уровень тестостерона в крови, а также предотвращают разрушение тестостерона инсулином. Ранее облазение способствует росту новых волос, притоку крови ко всем частям тела, укреплению стенок сосудов. Что касается женщин, плоды и прочая оливковая продукция, предотвращает раннее старение, способствует укреплению ногтей, зубов, помогает восстановить поврежденные волосы, кожу, снижает риск онкологических заболеваний, образование тромбов и повышает вероятность забеременеть. Ну а теперь негативное воздействие оливковых продуктов. Как бы не хотелось верить в исключительную полезность и непогрешимость оливок, эти плоды имеют и некоторые неблагоприятные свойства. Помните, что следует избегать употребления оливок в таких случаях, как наличие патологии мочевыделительной системы. При холецистите, панкреатите, заболеваниях почек, есть продукты оливкового происхождения не стоит. Они обладают достаточно сильным мочегонным эффектом. Наличие вредных добавок. Наверняка каждый из нас хоть раз задумывался, что лучше – оливки или маслины. На самом деле это один и тот же продукт, только в разных степенях созревания. Это не говорит о том, что какой-то из них полезнее. Все, на что влияет конкретный момент спора плодов – это цвет и вкусовые качества. Однако недопропорядочные производители позволяют себе выпускать товар с вредными добавками, придающим плодам насыщенный цвет и сохраняющими их в хорошем, так сказать, состоянии как можно дольше. На самом деле выявить качественные маслины несложно. Созревшие естественным путем плоды имеют разные темные оттенки, но они никогда не бывают черными. Если же, глядя на горсть маслин, вы все же не уверены, вылейте рассол в какую-либо емкость. Яркий синий-черный окрас свидетельствует о химическом вмешательстве в производство. Подобные добавки нередко уничтожают полезные свойства оливок, а что еще хуже, они могут поспособствовать развитию аллергии. Неспособность организма защитить себя. Так как рассол оливок содержит большое количество соли, их употребление не рекомендовано беременным, кормящим грудью, маленьким детям, а также тем, кто имеет серьезные заболевания желудка и пищеварительной системы. А витаминоз – витамина А. Достаточное содержание этого витамина присутствует в оливках. Это не минус, по сути. Однако это не значит, что можно объедаться этими плодами. К тому же, если в данный момент Вы проходите курс лечения препаратами, содержащими витамин А, лучше ограничить себя в употреблении этого лакомства в пищу. Переизбыток данного витамина может привести к интоксикации организма и гипервитаминозу. Индивидуальная непереносимость. Примечательно, что любая оливковая продукция может вызвать аллергическую реакцию, как пищевые, так и косметические изделия. В случае выявления негативных последствий, лучше отказаться от употребления продукта в любом виде. Чем руководствоваться при употреблении оливок? Оливки – популярный и широко распространенный продукт, поэтому ограничений и препятствий в их приобретении нет. Тем не менее, покупая продукты оливкового происхождения, необходимо помнить о наличии заболеваний или состоянии организма, когда употребление этих плодов нежелательно. Также стоит контролировать количество употребляемых плодов. И, конечно, выбирая форму продукции, степень зрелости плодов и прочее, прислушивайтесь к своим вкусам и предпочтениям. Замечательные плоды оливы европейской принесли нам не только изысканный деликатес с неповторимым вкусом, прекрасно сочетающимся с другими продуктами, но и подарили средства, способные помочь организму справиться с некоторыми болезнями, а также благотворно влияющие на наши клетки и их обновления. Тем не менее, полностью полагаться на оливки не стоит. Чтобы их употребление работало в нашу пользу, нужно соблюдать необходимые требования. И только тогда гость из южных стран поможет нам укрепить организм, сохранить его в хорошем состоянии и продлить молодость. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Но поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео. И всем до свидания.